ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, сейчас, ой, момент, мне никак нельзя отступиться здесь. Нет, нет, всё. Сейчас, я прям сей момент, сейчас освобождает, буквально минута осталась. Всё, последнее и закрепить. Слушай, спаси Христос. Зоехал, да? Это вот вам орешки. От кого? От вас. От вас. От меня. Ну, спаси Христос. И вот к Рождеству здесь может гости кто зайдут. А это сейчас обожди. Сладости. Никакие. У нас не принимается сейчас сладости. Это оставься. Совершенно. Сейчас сядешь на стол со мной, рядышком. Он не ест. Вот, садись рядом. Нет, ну это не вам. Ну вот кто зайдет, угостите кого. Да нет, не угощай его. Это ребятишкам такие яблоки какие-то. Возьмешь. Садись. Сразу похожу, чем я сейчас занимаюсь в данный момент. Сегодня утром мы небольшое сделали. В это воскресенье сделали запись богослужения, как у нас идет собрание. Все это выставили мы на Mail.ru. А вот сейчас, в данный момент, я его выставил. История нашей общины. Вот теперь это с первой строки. На форум ты заходишь? Да. Вот теперь смотри, по форуму я его выставил. Что именно? Вот в данный момент как раз успел. Смотри. Ну это фотографии, фотографии, все, шли фотографии, фотографии. А тут решил выставить ролики. Вот оно где. Смотри, как получается. Номер один храм. 25 воскресенье был. Отец Аким читает Златоустов. Ну только отткнуть и пойдет. Второе. К Кресту подходят проспоры. Третье. Начало собрания. Как раз Севастян стоит. Это луч от лампочки так пробил. Вот. А четко здесь. Это уже в собрании идет разговор о чем. Тут один человек обратился. Значит, крещение принял он. Когда-то были у меня бобины, катушки. И попала катушка. Он ее слушал и прилепился сердцем. А потом попала книга. И он открытым оком. Вот с этой книги стал думать. Вот эта книга полностью подходит, как и пленка. Вот людей-то этих как бы. А в книге-то там адрес. И он по телефону позвонил. А там они слушали священник, другой. И желали слышать. Ну а кто они не знают. Живой тот человек. Умер. На пленке там данных нет. А здесь данные. Он только по телефону-то позвонил. Тимиртау. Он голос сразу понял. Тот, который на той пленке. Там 15 лет назад было. Которая у него там. Ну и заговорили. И вот он сейчас рассказывает, как у него здесь это было. Вот еще чуточку дам послушать. Это у нас здесь в собрании. Тата Михаила. Посмотри на него. Вот. Фамилия его Кальмаев. Из города Лимиртау. В нескольких словах скажи, как ты на нас вышел? Послушайте. Погромче. Несколько лет назад мне попались диски. Старые магнитофоны еще были. Катушечные. Маяк назывался. И там были, ну как катехизис такой короткий. О иконах. О священстве. В общем, о... Ну, так и вот. Разъяснение такое. А кто автор, я не знал, конечно. Но я его переделал на то, что ты на компьютер сбросил сейчас. Оцифровал. Да. Ну, в общем, это... А кто такой, мне непонятно было. Ну и там кто. Мы гадали. Может быть, Дудкова там. Может быть, еще какое-нибудь. Мне неизвестно. А попали мне три книги открытым оком. Как Бог делает, совещает. Ну, дали мне их. Они уже походили там по людям. Там это, по метке на них были сделаны такие. В общем, это... Где-то вопросы стоят, посвязательные шаги там. И так далее. Ну, в общем, они ходили. На столе книги мои. Я их взял. Мне сказали, ну, посмотрите, что за книги. А это глухонемым объясняют. Ну, года два я читал. Потихоньку так. Вникал. Смысл. Потом, думаю, надо позвонить этому человеку. Там телефон стоит. Кто это такой все-таки. Познакомиться с ним. Звоню. Слушай, как дальше будет. Разговор короткий. Ну, слышу в трубке. Говори. Я говорю. Ну, я сразу-то это думаю. У меня там мысли сбились, в общем-то. Я не ожидал. Я, как-то, знаете, привык это вот. Мы когда ездим там. Размазанное. Раньше я тоже по монастырям ездил там. И монахом там собирался стать. Так далее, так далее. Ну, в общем, такая вот традиция. Приедешь там, какой-то там разговора такого нету. О Евангелии, там, Богослове. Там о чудесах, о чем-то еще такого разговора-то идет. Овоща. Ну, и... А тут сразу резко так. Говори. Я так говорю. Я вот это хотел вам приехать. Я хочу сказать. Вот слово говори, это не просто говори. Это означает, все понятно. Я готов слушать. Одно слово включено под запись. Это в тюрьме всегда так кричат. Такого ищут. Наконец голос раздался. Говори. Все понятно. Ни одной секунды не теряй. Сейчас засекут тебя там, прикроют тебя, свяжут тебя в карсер поставят. Я усвоил, что вот это меньше никак нельзя. То есть я должен дать знать, что я живой, я слушаю. Говори. Я включил с той стороны тот магнитофон на полную мощность. Теперь я только уши должен подставлять. И у меня так это сохранилось. И кто бы ни звонил, я поднимаю трубку. Обычно говорят, слушаю, алло. Я понимаю, это таранта времени. Вот когда встречаются люди, раньше было на коммутатор. Такому-то надо включить. И так, здравствуйте, работает коммутатор, здравствуйте, такое. И посчитали, что занято, она теряет минут 20. Этого не надо. Вот когда новая грамматика была, при начале советской власти, Ленин, твердый знак в конце. Допустим, Марк, и обязательно в конце был твердый знак. А Игнатий там не надо. И убрали же твердый знак-то. Ну нет, дом. Картофель, мягкий знак, а дом, твердый знак. Зачем он твердый дом-то? И так понятно. И вот это лишнее убрали. И оказалось, что на книге на 100 страниц сохраняется чуть ли не 3 страницы. А представь, сколько это, если в масштабах страны-то. Ну правильно. Говорят, о, Ленин. Правильно это было. Может быть, это не ленинская инициатива была. Так точно здесь. Он сразу обратил внимание, что здесь болтать с тобой не будут. Нужно срочно выкладывать. Я тебе даю только 2 минуты. Это мозги спекает. Между двумя поставили яйцо, и оно ровно через сейчас полностью крутое свернулось. Это у меня опыты показывает, как делается. И вот здесь он рассказывает. А зачем ты ко мне приедешь? Он говорит, приеду. Я говорю, ну, познакомиться там, и все. Ну а что ты приедешь-то? Ты книги читай, вот это, и все, из тебя достаточно. Я-то это... Потом слышу, Игнатий Тихнич говорит, вот мы проехали тут несколько сел, подарили столько-то книг, там, это... Он еще быстро говорит. А запускай, что ли? Да. В общем, я слушаю это. Вот у меня, говорит, книг тут много. Я на книгах, говорит, сижу. И, в общем, это, я так понял, что нечего ко мне ездить, пока ты на этой книге ехали. Вот читай, у тебя книги есть, читай, все, знакомься с ними. Ну, я, конечно, для меня неожиданный был такой оборот, что это вот так вот со мной поговорили. Что не вербуют, не тянут. А мы что-то скажем, что приезжали там, поговорим там. Кого я не знаю, там, старобряцы, баптисты, все тянут к себе сзади. У нас, наоборот, чтобы к нам попасть, нужно года три. И в газете пишут, попасть, говорит, в общину Лапкину, нисколько не лешишь, чем в отряд космонавтов. От трех до пяти лет только оглашения проходят. 500 часов академически, курсы проходят. Они две-три минуты, как в церкви-то. Он это сразу понял. Вот это как раз оказалось тот самый толчок, который... Ну, в общем, разговор закончился, а мысль осталась. Ну, что мне делать? У меня действительно книг-то много. Надо читать. Ну, и все, я это... А тут подвернулось так, Господь сделал так, что у меня работа была, я очень был заняты всем. Я и выходные работал там, и так далее. У меня это... А тут мне дали работу такую, что... Я трое суток дежурю, девять суток отдыхаю. Пол одиннадцатого. И, в общем, я как раз как занялся этими книгами. Вошел в интернет... А, Инак Тихонович говорит, в интернет выйди. Компьютер есть? Я говорю, да у меня нет, у меня вот детей есть там этот компьютер. А дети, что, они сами по себе, я сам по себе. Он правильно все решает. И не будешь там мешать там это, есть там книгу. Ну, пришлось купить ноутбук. Скачал книги. Конечно, мой толщок послужил. Залез там на себе на гору. И вот я это читал, эти книги. Ну, как читал? Ну, старался. Память-то у меня тоже не очень хорошая. Ну, пытаешься внигнуть, понять. Ну, и все вот это потом, это вот. Думаю, ну, надо ехать к Игнатию Тихоновичу. А он меня не знает. Я-то его знаю. Я по книгам-то его изучил уже практически. А он меня не знает. Ну, и все равно. Он-то меня, я ему звоню. Он это, чувствую, что он меня-то не знает. Ну, вы приезжали. Ну, я и поехал. Взял-то, Нина Ивановна там это, приезжала на к вам сюда. Ну, и вот мы приехали сюда. И вот таким образом я здесь оказался. Приехал. Вот здесь он говорил. Это он в это воскресенье был, да? В это воскресенье был. Он причастился. А в понедельник он уже уехал. Темир того. Он только что вчера уехал. Доехал и позвонил. Вот. Теперь он расскажет, как у него дело обстояло. А вот когда он говорил вот это вот. А то, видишь, я там стою, слушаю это. Я ни одного слова его не слышал. У меня слух сильно ослаблен. Ну, физическое, да и так уже, видимо, где-то. Я никакой не чувствую здесь недостаток. Ну, не слышу, да я не слышу. Я думаю, потом послушаю. Но здесь маленький есть нюанс. Вот человек, когда бывает чем-то несогласен или что-то, а я-то не слышу, я свое давлю дальше и продолжаю. У меня цель определенная, донести до него что-то. Обычно человек сразу теряет мысль, на возражение начинает говорить. А я не слышу, что он возражает. Что самое смешно-то? Я смешно, но в этом весь я тоже расшел зерно. Что мне не надо размениваться на эти шелуху мелочи. То у меня главная задача дать ему информацию. Вот у меня занятие вел, только в ГТО. Это большой технический университет. Это 22 тысячи. Это один из крупнейших университетов в Сибири. Я не знаю, сколько там в Томске-то в университете. Сколько там? Ну, я не знаю даже сколько. Ну, меньше. Одновременно, это я уже точно знаю, что меньше. 21 тысяча. Тут только 18 стран присылает своих студентов. Там тоже много из каких стран учатся. Ну да, я слышал, он десятку самых крупнейших ходит в стране. Десятку. Вот. И я никогда за 17 лет не спрашивал никакого. Какое? Мое дело дать информацию. Проходим толкованием. А уже человек этот примет, не примет. Экзамен будет. Но будет только после смерти там у Бога. Поэтому старайся. Не я экзаменую. Меня самого Бог будет экзаменовать. Я не учитель. Я всего лишь передаточное звено. Что я постарался и поднапрягся. Достал книги. Теперь я их читаю. Ну и возвышаю голос. Мои голосовые связки. Все. Я закончил свою миссию. И вот дальше. Посмотреть просто. Я не думал там ни о чем. Ни о крещении каком-то. Ни о чем это. У меня мыслей не было таких. У меня еще под спудом где-то там сзади была такая мыслишка, что хотелось бы. Но не было. А когда приехал, на богослужение прихожу, проповедь говорят, читают. Ну думаю, ну все как будто для меня. И смотрю, крещение проходит. Люди идут. Ну понимаете, в чем это вопрос-то, суть-то, что, ну никто, это просто люди делают от сердца все. Не для того, чтобы там заработать копейку или еще что-то там, или как-то прославиться, что-то там, что-то, не для этого все это делается. Для того, чтобы, это Бог, это он говорит от сердца все. Благодать Божия очень. Он простой такой. И, понимаете, вот я понял, что мне надо вот прямо сейчас креститься здесь. Вот когда крестили там, вот Василий крестился, там, и я стоял уже там на берегу. Вот это Василий как раз и есть покажет. Я был готов уже пойти креститься. И все, для меня не было никаких сомнений, что я приеду снова. Ну и Игнатий Тихонович спросил, он говорит, приезжай, все. И я приехал через две недели, и мы в августе это... Ну вот я хотел показать, чем заниматься. Вот сейчас как раз перед твоим приходом я сюда ставить не могу. Мне нужно сначала на Mail.ru, а там угодно. Код я сразу сюда переношу. То есть я многого не знаю, но я всякие приспособления смотрю, где что есть. У меня минимальное знание. Но эти минимальные знания, если в себе положительное значение, что я не распыляюсь на разные там какие-то нюансы, а самое главное, я знаю, я знаю, как делать набор. Я знаю, как делать верстку. Я верстку делаю ни одну, ни две книги, я скажу сколько, 22 книги, полностью я один верстал их, эти книги. Мне показали основное работать в фотошопе. Дальше я уже смотрю, как переводится из одной системы в другую, и все это записываю. Все эти там мегабайты, это я знаю, что они войдут или не войдут на это. Но тонкости я никакие не знаю. Да как так вы столько работаете? Ну больше 30 тысяч провел часов. За компьютером. 38 книг, да по 752 страницам надо понимать. Каждую я минимум по три раза прошел. Во-первых, когда я готовил материал. Второе, когда составлял. Дальше корректору, когда сначала я их прохожу, потом выявляю самые грубые несоответствия, где там они же на слух проповеди печатают мне братья и сестры. А стихотворение, все остальное, это все мое. Вопросы, ответы это полностью я до одной буквы пишу. И корректору я должен отдать уже то, что нужно корректировать. Бывают там повторы, кто-то проповедь мою перепечатывал, он не расслышал, а я вижу, что совсем не то слово. Когда корректор все сделал, теперь все до одной ошибки. Я теперь должен вставлять, опять я его прохожу. Так что свое собственное я перевариваю многократно. И вот бывает иногда человека кто-то спросит что-то. Я гляжу, он просто настоящая ахинея. Он несет, что попало. А уверенно так говорит. Даже из членов общины где-то. Я его проверяю очень просто. Скажи, пожалуйста, ты вот сейчас это придумал? Или у тебя это от сердца? Ты это выносил? Ты это опробировал на практике? И Слово Божие, и то, что ты говоришь, живо и действенно, оно тебя побуждает к лучшему? Ну да. Все, вопрос закончен. В следующее воскресенье снова повторишь это. Никогда не повторишь. Потому что ты придумал, у тебя оно... Я если провел его повторение мать учения многократно, оно у меня и запомнилось. У меня когда узнали, там, первые четыре книги, там, а что вы не защищаетесь? Я говорю, от кого защищаться? Меня Бог защитил. Ну, кандидатскую там начинают. А чего ради-то? Так это же такие труды. А там, профессора, академики, книги читают. И все одинаково говорят. Защиту сделать. Кому это надо? Так они там достали большую медаль, награждали всех, и большую медаль. Вот такую бляху министерскую мне дали. Да смешно. Я все делаю бесплатно, я говорю. Ну, это так, бесплатно. Ну, вот, знаете, тут собрались у нас бизнесмены и другие, и о вас слышали, они хотели, чтобы вы с ними провели занятия. Ну, понимаете, как смеются там русские, там, новые русские-то. Поднять их уровень образования. В какой области? Всестороннее. А я вел мировое искусство, по всем галереям мира это трогало. Ну, давайте собирайтесь. Мне готовится еще. Готов. Шапку в руки пошел. Ну, а я взял с собой, и тогда от нас фильмы сняли, предчувствие, там, Златоусы с Потеряевки. Ну, естественно. Ну, они собрались. Я провел, кажется, четыре занятия. Двух часа, по два часа называть, а пара часов. Маленько проходит время, там, неделя, меня вызывает ректор Евстигнеев Владимир Васильевич. Он там доктор, там академик, там у него сколько докторантов он там взял, там, ну, очень, очень известный. И он мне говорит, иди деньги получи. Я говорю, какие деньги? Ну, вы же занятия-то вели, вот эти четыре, это урок это. В четыре, что-то, ну, и что? Так, получи. Так я еще за деньги раздел. Ладно, иди, получи. Ну, я покрутился, ну, и получу. Пошел, гляжу, там столько денег, я говорю, а почему так денег-то много-то мне? Как много? Нормально. Я говорю, да по какой ставке-то? По профессорской. Да помнишь, никакого звания я не защищался. А потом одного встречают, главный редактор газеты, а он одновременно преподает в этом же университете и преподает. Я его спрашиваю, у него такая маленькая, я говорю, что так маленькая? То я там удивился, что я вообще не разбираюсь в деньгах-то. Миллиону через мои руки прошло. Вот я сейчас только в долгах, у меня 7,5 миллионов. Но должник такой, что все давали, и говорят, если не отдадите, не отдадите, во славу Божию. Я должник, но не должник, можно сказать. Я до того удивлен был. Я говорю, а почему не платят звания? Да ты же преподаватель, он кандидат какой-то. Да это совсем мизерное платье. А там все труды. Они мне там профессорскую, да с какими-то званиями, накрутками. И когда он узнал, что я преподаю бесплатно, мгновенно высчитали мне часы, и кажется, за 15 лет. Идите, получите. Ну за 15 лет по профессорской, ну это что-то. Я пошел, и там нужно ННН получить. Ну получите, я говорю, а у нас не положено. Ну как не положено? Ну, поставите все, я говорю, нет. Это не знак антихриста, но я должен упереться. Я так и не получил ни рубля. Конечно, я уже знал, каким путем идти, как юрист, я процесс был выиграл. Чего я буду затевать? Ради чего? Когда я уже изначально был настроен, что я волонтер у Бога, эти знания мне дал Бог, он может от меня отнять память. Вот мне-то 73 года уже будет скоро, а я не чувствую ни ослабления, ни в чем. Это Бог только может так сделать. Сейчас смотришь, он в 50 лет уже зашел на кухню, не знаю, зачем зашел. Там память. Если мозг никогда не работал. Мозг никогда не работал, разжижился, и все. Вот и все. Мозг это мускул, который надо тренировать. Тренировать. Вот наше утро, 4-40, всегда поднимаемся, и мы начинаем. Я перечисляю всех правителей мира, патриарха, папу, за всех, кого молимся. И в определенном порядке. А это все настраивает. И вот сейчас я хотел сказать, катушки-то раскатились по стороне, я их уже, ну не знаю, где они были. Тем более, когда я сидел, они распространялись. И вдруг вот плоды начинают с одного места, с другого, с третьего попадают. Вдруг с разных стран, Израиль, там Америка, Испания, тут все заходят. И вот ровно, кажется, 71 страна заходит. Ну, там бывает один человек, а бывает и тысяча. Я покажу таблицу, которая дает, сколько человек заходит. Я пошел, говорит, уже со всем баптистом, там диакон один ушел, говорит, но попал в ваш труд, говорит, я, говорит, оттуда как шарахнулся, все, больше ноги не положу. Почему? Потому что доводы, приехал игумен здесь, может, слышали его Юрасов, отец Аброси, в Иваново, архимандрит, настоятель Жерского монастыря. Он очень известный архимандрит. Ну, он был когда-то в Почаевской лавре, и он приехал, побыл у меня на уроке. Вышел на улице, за руки прям хватает, нужно немедленно издавать. А что ты? Да ваши слова прям пощупать можно. А противосектантские были. Да-ка, вы разве не преподаете, у нас сектоведение, да как? Да ну никак, в каком году жил такое-то, в каком году такое-то что-то. У меня доказательства все в бужетом виде. Я все время старался сделать их более краткими. Ну, вот, сектанты, знаешь, иконы не признают. Иконы — это идолы. Сколько вам нужно доказать, чтобы не идолы? Ну, два часа. А если более кратко, за час докажу. А еще более кратко, за полчаса. Наконец меня сводят до пяти минут. За пять минут я докажу. Только успевайте записывать. Когда обо мне пишут, вот Быков, журналист пишет, Дмитрий говорит, скороговоркой, Солженицынской, Лапкин говорит, и сам на него похож. Скороговоркой. Я стараюсь себя обуздывать, потому что, ну, спрессовываю мысли. Но дело показывает, если ты это знаешь и любишь, Бог сам выстраивает вот целую плеяду этих слов. Потому что из сердца идет. О, из сердца. Как из ручья вода льется, она и льется. И не надо мне доказывать ничего, почему я этим живу. Так вы считаете, без икон не спастись, я не говорил. Без икон можно спастись. Но если ты икону называешь идолами, я сомневаюсь. Потому что гнушаясь идолов, ты святотатствуешь. Крином 2.22. Но тут уж помогает и память. Когда-то баптисты согласились беседовать на тему о втором пришествии Христа, о страшном суде и прочее. Ну, они там подобрали проповедников, собрались в Новосибирске. Ну, и стали беседовать. Ну, а баптисты любят по Библии. Им не надо никакие книги, они не будут. И договорились, ничего нет. Но участники, они все могут записывать. Магнитофон, на бумагу. Тогда этого не было на виде, не снимали. И вот они начали говорить. Как сейчас я помню, они привели, кажется, 8 мест и кончились. 8 мест. Разобрали их, все места. Теперь мне слово. Но время как в шахматной игре. Ровно. Он говорил 38 минут, и мне 38. Я стал говорить. И после посмотрели, я на память привел. А иногда место, а там бывает 3-4 стиха, 72 места. Процитировал. А они по Библии листают, смотрят. И они не могли поверить, что это можно. Это Бог-то когда-то. 72 места по одной теме. Это пакетами выдать им. И что? Да ничего. Беседа оканчивается, половина православных. Вот что. И пресвитер, это не здесь было, в Карганде. А у них не пресвитер, не епископ, а называется старший пресвитер. И он принял крещение и стал священником. Это Бог делает. Человеку это невозможно сделать. Помню, кончилась беседа, он обратился народу, за столами, молодежь сидит. Ну что, надрали нам заднююся? А мы убеждены были, что мы правы. Кто против? Не один. Доказано, да ты против Библии пойдешь. А то Бог не требует служения рук человеческих. Слышал? А то чтобы не крестились. Очень просто доказывать. Чтобы какой-то вопрос, я говорю, разобрать, надо четыре вопроса поставить. Кто сказал? Когда? Кому? С какой целью? Все. И уже направление данное. Кто сказал-то? Не требует служения рук человеческих? Павел. Когда сказал? Когда был в Афинах. Где сказал? В Ариапаге. С какой целью? Крестное знамя не совершать? Чтобы не совершали они. Мог ли он сказать? Это когда ни одного христианина среди слушателей не было. Кому он мог говорить? А почему не было? Там написано Дионисий. И Лидия первая обратились. Первая. Там никого не было. Это языческий город. А как же он говорит? Не требует служения. А ты считай впереди, о чем? Речь идет об идолах. Бог не требует, чтобы капище строили, памятники делали. Ну, в переносном смысле это против православных. Но не о крестном знамени. Ну, нельзя ставить красный знак, светофор на острове, где нет ни одной машины и ни одной дороги. Ну, как можно запрещать то, чего там нету? Согласились все. Да, это логично. Вот однажды во Фрунзе мы беседовали. Ну, и все согласились. А в это время мать ребят, которые там были, все здоровы, вот эти ребята, Кушнарчук. Она заходит и сразу, ну, видит, что я сижу и перекрестился при них. А полная комната баптистов у Павла. Так Бог не требует служения рук человеческих. А кажется, Валера, сын, говорит, мам, не надо. Мы это уже сегодня все проходили и улыбаемся. Вот и все. Вы за один раз убедили? Да, убедил всех. Всех до одного. Вот сидит молодежь. Я говорю, вы убедились, да, теперь совершите крестное знамение. На этом не останавливаемся. А почему? Ну, вы же сказали, что без крестного знамени можно. Можно без крестного знамени спастись. Но придет время, Антихрист поставит начертание на правую руку. А почему начало и на правую руку? Не на левую, не на спину. Вы не знаете? Не отвечает. Ефрем Сирин отвечает. Для того, чтобы не мог совершить крестное знамение. Знамение Иисуса Христа. Покажи. А тут сидят старшие. Ну, вот когда приедете к нам во Фрунзе, мы тогда все решили, только там. Вот здесь как-то мы в другом городе, все. С Богом играть нельзя. Трое ребят сидят, все неженатые. Едут на встречу с ярлом песни. Все одновременно погибают в машине. Перед самой моей встречей Бог уже не допустил. Поэтому слово ныне действует по сегодняшнему. Ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердце ваше. Завтра, завтра, 29,1, написано на притче, говорит, не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что он родит тебе. Мы могли не встретиться. Так я тебе дам валенки на ноге. Не надо. Не бойся. Вот сюда ставь. Дядя Игнатий, мне к 11 надо в АЛТ-ГТО. О, дорогой мой. У меня время 10. Да, я просто долго ехал. Я к вам тут как бы, так, я даже не знаю, с чего на чайки. Вы мамино письмо получили? Получил. Дядя Игнатий, дядя Игнатий, можно так, просто я с мамой уже говорил, она говорит, я его рано отправила. Она много там лишнего написала, перепишет она. Она никого, она лежит у меня просто в архиве все. Нет, она перепишет и его просто замени. Хорошо замени. Она скорую руку написала. Я согласен. Согласен, так и сделаем. А тут такое дело, я сегодня рассылал послание всем, маленькие-то, и вот ты здесь сидишь. Вот смотри, я тебе сейчас найду. Ну, я вижу. Вот она, видишь, да? Да. И вот смотри, какое тебе письмо пришло туда. Сейчас ты его увидишь. Вот она даст. Только ошибка у тебя страшная. 162 сообщение. На сообщение нажмите. На сообщение могу нажать. А то она картинку высвечит. Она что-то не совсем быстро тянет. У меня телефоны, они не кабельные. Ну, понял. У меня тоже такой же вот в Экстрим. Да. Ну, это мне его ставят. И моего ничего здесь нету. Все абсолютно. Вот это, что есть аппаратура, все стоит. Вот смотри, что я сегодня послал. Считай вслух. Вслух. Не знаю, переслала ли Татьяна Лапкина мою просьбу всем вам, чтобы после просмотра беседы каждый прислал мне свои комментарии. Как уже сделали Татьяна, Дуся, Надя из Германии. Пожалуйста, к размышлению и памяти. Игнатий. Вот так. Вот, пожалуйста. И фотография. Сейчас вот будет это, с делами закончен. Я напишу. Все, ну, ничего нет. Надо здесь писать у меня. Все, это... Вот. Такое дело. Я вот как бы... Какие главные вопросы у тебя давать, чтобы потом? Так, главный вопрос у меня... Как бы... Я вот, честно говоря, не знаю, вот правильно ли делаю вот это вот. Быстро излагай. То, где в 11 лет... Правильно ли я вот это все дело делаю или нет. В общем... О чем речь идет? Лично, вот как бы вот из всего этого ролика я понял так, что Вадим считает искренне, что мы против него. Да, именно так. Я против Вадима лично ничего иметь не могу. Прекрасно. Настю я знал до того, как она приехала в Барнаул. Ничего. Вот какая она есть, что она была такая, ну, как сказать... Вот так. Могла там на какую... на авантюристку, во всякие авантюры влезала. Да. Это я знаю. Это у нее было. А потом... Ну, я ее последние 13 лет... Я ее не знаю. Тормози на этом, сейчас прочитаем. Громко считай. Татьяна Лапкина, что она пишет? Вот сейчас только прислала, при тебе вскрыт. А Денису Марини в Грецию вчера... А кто на одноклассниках участвовал, я не стала посылать. Там знакомые неверующие, которые знали Вадима здесь. Денису вчера сказала, он говорит, что написал бы с удовольствием, но времени катастрофически не хватает. Все работают и дети. Пока развезут их по садам до школам. У нас два дня не было интернета. Настя тоже не посмотрела все. Только первую часть Буран был и интернет пропал. Сегодня они должны ехать на экспертизу. Так как Вадим не захотел забирать заявление, потому что он денег уже много потратил на адвоката и суд. Поэтому он хочет их вернуть. Чтобы Насте присудили алименты, она вернула все расходы. Они уже купили билеты, а сейчас там метель метет. Что говорит? Может автобус и не пойдет. Они уверены в этой экспертизе. Но она пойдет им на пользу. Почему? У меня почему-то появилось подозрение, не поможет ли ему дядя в этом. Прости господи. Но вот такие мысли появляются. То есть о Викторе Андреевиче? Я еще заранее об этом знал. Конечно, будет так, как Богу угодно и не иначе. Я там писала. Да потом еще вспомнила, как Настю беременную не хотели прописывать, хоть на улице рожай. Вадим сын, он прописан. А Настя сразу чужая была. И никак не надо было ее прописывать. Да, так и было. Потом временно прописали и детей, и Настю. И через какое-то время выписали. А тут, когда нужно было справки им для суда, то взяли такую, что дети у них прописаны, когда они прописаны в Змейногорске у Насти. Как-то нехорошо получается. Изворачиваются и обманывают. Я говорю и об дяди Андреевне. Тоже потому, что все делается не без ее ведома. Простите, ради Христа. Все написано правильно. Так и было. Я уговаривал тогда прописать. Потому что платили за квартиру. Ну, мама эту почву подняла. Я все это знаю. Каждое слово здесь ее подтверждено фактами. Вот что говорит сейчас Татьяна. Меня больше всего настораживает, что вот как бы я с батюшкой, наверное, вам говорил, что я ему звонил. Или нет? О чем? Я тяде звонил вот до того, как еще вы здесь собрали Вадима. Все, что вот будет суд, все, может быть, как-то с Вадимом поговорить, что можно договориться мирно. Я это говорю на роликах-то. Вы это... Я прямо давил. Нет, я тяде звонил про это. И тяде мне сказал, что что вы все делаете вот святого. То есть он даже меня слушать не стал. Что вы делаете все святого из славы, из Насти. Она не имела права с Вадимом разводиться. Сама согрешила. Но сейчас-то не об этом лишь идет-то. А меня никто... Я говорю, Татьяна, тут вот сейчас вот эти вот расходы. Ты, говорит, от меня что хочешь? Я ничем помочь не могу. Да. И все. Ну, на этом как бы мы вот... Давай эту тему вообще закроем. Закрыто, без комментариев. Что... Вот. У меня, в общем, такое, что претензий лично к Вадиму никаких нет. Я бы искренне помог Вадиму, если бы увидел хоть какую-то потугу вот... Хоть что-то. Хотя бы он признал, да, я сейчас не могу отдавать вот эти вот... Ну, занял долги, да. Потому что он говорит, я хочу создать семью. А делает, что хочет там все долги на Настю. Все, она виновата. И все это ее. Но я хочу ее... Я больше не хочу говорить, я хочу пояснить. Все, здесь вопрос закрытый. Пусть они решают. Поехали, мы только молимся. Мы молимся очень усердно сейчас. Прямо конкретно с произнесением их имени. Меня интересует твое положение. Ты сейчас идешь... Что там? Защищать, как ты говоришь. Кого защищать? Я не защищать. У меня коллега защищает докторскую диссертацию в вашем АУТГТУ в совете. Я там как... Ну, с видеокамерой, ну, организационно немного помочь. В 12 защита, ну, надо пораньше прийти. Там посмотреть, настроиться. А у тебя какие там звания? У меня никакого. Никакого. Говорили, что ты там какое-то тоже что-то... Я писал, наполовину написал работу, и два года назад все забросил. Сейчас буду продолжать. За этот год мне сказали защититься. А нужно это, если учитывая, что ничего, только платить ты будешь, пока защитишься. А защитишься, ни грамма тебе ничего не повысит. То стал бы ты это делать? Дядя Игнатий, платить я ничего не буду. Я буду защищаться в своем совете. Но при этом зарплата у меня увеличится. Только что ради зарплаты. А вот если бы так, ты изобрел что-то, ну, что-то полезное. Ну, допустим, кто-то изобрел, ну, вот как Мартин Купер, этот, телефон. Или там Тим Бернесли интернет. Тут понятно, что стоит того и Нобелевскую премию присвоить. Ну, а если, ну, какую-то гайку там отдельно, кто изобретал, кто получал? Кулибин-то получал, Ползунов, никто ничего не получал. Значит, я объясню, чем мы занимаемся. Мы нового, вот как радио, не изобретаем. Мы в данный момент, вот наша отечественная наука сводится к тому, что подбираем остатки. То, что уже давно изобретено в Америке, на Западе используется. Мы сейчас разрабатываем технологии, те, которые там уже используются. Но чтобы это делалось у нас в России. Это будет в разы меньше и внедряется в производство. То есть, конкретно в нашей лаборатории... То есть, вы уверены в этом? Или только лукавите сбоку? Нет, нет. То, что мы делаем, это сейчас работает. И конкретно вот в нашей лаборатории идут заказы, заводы. То есть, это реально то, что работает на заводах. Понятно. То есть, в другой сфере я недавно стал перечислять, чем я занимался. Мелконькие-то дела, но из мелконьких, как мозаика, составляется все панно. И я всегда шел непроторенным путем. Вот, что бы ни коснулось, я делал то, что никто не делал в течение двух тысяч лет, минимум. Вот, допустим, две тысячи лет издается Новый Завет. Но с толкованием на весь, с откровением никто не издавал, как мой трехтомник. Никогда этого не было. Дальше. 900 лет, как толкование Блажина Фефилахты. 900 лет, ни одного комментария никто не сделал. Я их сделал, 297. Высветил проповедь, необходимое слово Божие. Или канон Андрея Христского. Всегда кланяются, все знают великий канон. И вдруг я на этот канон написал два еще канона. Такие же. Я там не изменил только молитва трех ступеней. Первая, просительная. Прости, прости, это она у него. Вторая, это благодарственная. И третья, ангельское словословие. Я перевел туда. И мы молимся сейчас на три канона. Но почему никто не сделал это? А ведь от Андрея Христского прошел уже 1300 лет. И вот так в каждом деле. И притом я это не то, что сидел и мараковал. А что бы такое еще новое придумать? Утащить? Нет. Я видел, что это недостаток. Мы не достучали за сердец людей. И вот люди у нас после Великого канона, столько поклонов, почти 500, и не хотят уходить. Это надо было видеть. Все сидят, еще поют и говорят, что мы не говорим, и домой идти неохота. Неужели этого никто не видел? Что Дух Святой не вхожий в сердца людей. Это прямо можно сказать было. То есть если он входит, но кратко люди покинуты, живут во тьме. Нет радости спасенного грешника. Они этого не знают. Ликующего христианства нет его. Я не Симеон Новый Богослов, не Василий, не Симеон Новый, Исааки Сирианин. Я не знаю этого. Но внутри себя я должен это почувствовать. Вот посмотри на Вадима сзади. Глянь. Я его фотокарточку нашел. Так вот вы новинку какую-то просто просите. А как это вот, допустим, по Теряевке конкретно? У нас много навоза и крапивы. Как за счет этого облегчить жизнь там? Я уж не говорю разбогатеть. Если бы там какой-то был специалист, он говорит, навоза много. Я могу сделать так, чтобы ямы копали, сцепали туда. А дальше у вас батареи все зиму будут работать. И ой, там начал. Говорит дед. Я говорю, так сделай. Ну я в другой области занят. Может быть и сделал бы. Есть такие люди, которые, где бы они ни коснулись, они буквально все выхватывают. Но я про одного читал. Но у меня к химии нету тяги. Я химией не занимаюсь, говорит. А везде, чтобы он ни коснулся, он мгновенно какие-то новинки вносит. И сам изобретатель говорит, как же я-то не додумался. То есть у него совершенствование развито. Я 40 с лишним лет печником был. Я чего-то достиг. Печь делает несколько дней. Я за день две выкладываю на трубы. Но я ничего не изобрел. Ну я ничего не изобрел. Новинки не вношу. Но если я что-то берусь. Вот допустим в Томске сейчас оборудование в одном университете купили дорогое. Там затратили десятки миллионов рублей. А на что? На направление какое? Там полеты какие ремонтированные? Нет, нет. Направление, то что мы занимаемся, это авиастроение, ракетостроение. Вот это вот. Круто. Жаропрочные сплавы и покрытие, защищающее эти сплавы. Но они знают, что ты перспективный и что-то можешь помочь. Конечно. Жаклин Кеннеди. Мы работаем по... Она дружила еще со студентом Джоном Кеннеди. Я сразу поняла, он страшный перспективный. Надеюсь, что он станет президентом. Рядом стоящие с тобой, они понимают, что не напрасно, они время на тебя тратят. Вот буквально две недели назад к нам в институт приезжал, и я за микроскопом как раз сидел. Он приходил, встречался директор НПО «Энергия». Это... А, не директор, а он президент. Ну, подопечный чубайся. В общем, на его счет. Это не это, а... В общем, ракетостроение. В общем, кто вот этим всем заведует. Ну, там Потанин где-то тоже заучаствует. Весь вот этот космический... Я к чему подвожу разговор? Меня меньше всего это интересует. У тебя есть сообщение, есть сообщение с хорошими людьми. Ты им свидетельствуешь о Господе? Вот понимаешь, нет. Здесь высшее авиационное училище было. Сейчас Милистерский институт. Вот, высшее. И я там вел регулярно встречи-то. А там ниже полковника почти никого нету. Преподаватели потому что. Ну, как профессора. И вот собираются сразу, допустим, 20 человек. Кончилось, они меня к себе затягивают. Это они не знают меня, чем угостить. И друг друга. Они такие прям возбужденные. И один говорит, ну скажи, говорит, у тебя какое чувство? Он говорит, мне кажется, я никакой академии ничего не кончал. Они не знают, чем пиво я не пью. Вобла там или еще там нету. Один говорит, ну вот в сапогах вы возьмете сапоги? Я говорю, сапоги бы взял. И он точно 43 размер из-за дивана вытаскивает и мне дает. Понимаешь, нет. Ты в своем ли амплуа действуешь? Твоя ли это ниша, где ты находишься? Потому что талант Бог будет спрашивать, умножил ли ты его. Я себя нашел. И каждый день, вот, Марк, по сегодняшний день я молюсь, Господи, помоги мне обнаружить и умножить все мои таланты. А для этого пошли мне добрых помощников, наставников и советников. Если вот такая, как у тебя там называют аватар, посидит там труп сотлевший, убери его. Что ты себе такое реноме даешь? Ты скажи, что я жив. Жив. И вот я тебе могу дать сегодня наши визитки, и ты даже много не скажи, придите к этому сайту. Поверь, это не наш сайт, это супер сайт. Ему равных нету. Нигде в мировой сети нету начитанного златоуста 12 томов. Нету нигде начитанного жития полностью. Ну, 50 книг аудио. А вопросы и ответы 4124 им никогда не ответить. Почему? А это другая жизнь. Можно написать архипелаг ГУЛАГ, но биографию Солженистана нельзя повторить. Да, время не того. И время не то. И, говорится, ростом пониже, и духом пожиже. И ту мою биографию, которую дал мне Господь родиться в старообрященской семье. Обратиться по Евангелию среди пятидесятников и остаться в православии. Сектанты меня пастором как угодно называют. Мы, говорит, впервые встречаем человека в православии, а не православного. Они не могут понять, что я показываю, что вы не церковь. Я бы ушел к баптистам сегодня, если бы было истинное рукоположение. Они сектанты, они не церковь. А вне церкви нет спасения. Если ты это понимаешь, я тебе хочу дать визиток, и где ты будешь встречаться, ты можешь своим друзьям просто по-хорошему сказать, вы знаете, вот я сайт один знаю, вот ты мог бы это сделать? То с кем, с коллегам я даю вопрос, я вот так вот не могу подойти и в лоб сказать. Нет. Но мне задают вопрос, вот ты как вот это вот? Я говорю, вот здесь вот вы узнаете. Открытый лоб, когда спросят, не пойдет. Это не пойдет, когда спросят. Нет, а вопросы регулярно. Даже не вопросы, допустим, я встречаюсь, у меня студенты, я захожу, аудитория открыта, преподавателю сразу говорю, разрешите пару минут. А что такое? Я говорю, хочу обратиться к студентам. У кого есть компьютер, кто выходит в интернет, я, разрешите им отдать визитки? Все, я в другой аудитории. Когда они зайдут, и пусть зайдет один процент из ста, но этот человек, он другим ста уже расскажет, когда коснется. Почему, вот многие говорят, почему раньше не сказали, что такой сайт существует? Я уже не один год, говорит, брожу здесь, и мне ничего не дают. Я, говорит, сейчас вылезти не могу. Я вот книги давал, ну, представь, до мэра города. На работу, говорит, опоздал вчера, говорит. В постели, говорит, читал до трех часов вашу книгу. Пришел полковник ко мне, этот СГБ. Я говорю, Юрий Николаевич, а вы верите, что ему написано? Говорит, это не то слово. Я сам участник вас арестовывал. Я самое поганое свидетельство против меня все поместил до единого, не купируя. Почему? Я слишком уважаю своего слушателя, считателя. Мне не надо, чтобы я давал ему процеженное, вот это против меня, это не менее. Я вот сегодня новый ролик, утром мы здесь сняли, я его уже выставил. Смотрите, люди, научитесь, как правильно тереть морковку, чтобы у вас глаза не болели, работающие над компьютером. А к этому добавил все, как ездил в Америке, как пища подается. То есть совершенно в новом амплуа показал себя. И людям это интересно. Вот все это бедность, а за голову бедность, морковка, компьютер, Америка. Вот поиск сделай, ты к нам придешь. Тебе идти надо. Ко мне главный вопрос задавай. Сейчас 13 минут. Ну, я за полчаса доберусь. Ну, тут пешком. Тебе в ВГТО надо? Да, да, да. А ты вообще сейчас зайдешь по комсомольскому, даже на Ленинске не надо выходить. Вот, до первого проспекта, и по нему иди, и прямо напротив его и выйдешь. А, все? Все? Все. Мы, это путь, который я проделывал 4 раза каждую неделю, 17 лет. Я вел занятия. В одном только семнадцать. До этого я в 5 университетах вел занятия. Так, говори, чем я могу быть полезен для тебя? Ну, как бы... То есть, если я умру сегодня, ты не дрогнешь, ничего не потерял. Не пожалеешь, что не успел спросить. Тогда запомни сайт, и там справа 4124 вопроса ответа. Видел? Да. 55 папок. И вот я скажу, весь мой сайт, форум можно сделать, может быть, даже лучше. Но вопросы никто не ответит. Это я абсолютно точно. А он ответит, но только не так. Ему так не ответить. Он обязательно, человек, который отвечает, он приглядывается в другом его глаза. Вот у меня презентация книг была в университете, в ЭГТУ. И выступает, там есть проректор по учебной части Семкин, Борис Васильевич. Ну, я бы мог назвать даже другом. Настолько он близок. Он пришел на презентацию и говорит, вот... Знаете, когда автор пишет, то он лукавит, писатели. Они не такие, как они пишут. Ну, а книги Лапкина считаешь, он такой, как есть. Я советую каждому приобрести эти книги. Эти книги украсят любую библиотеку. Вот трехтомник, Новый Завет. Есть у нас. У Путина. У каждого свой. У Путина. Показали, показывали библиотеку и показали, мои книги стоят. Дальше. У Медведева, у Патриарха, у епископов на зарубеж. Ну, тиражки, конечно, маленькие. Ну, уж и издали мы это по высшей шкале. Мы два года почти раскрашили Гестава Доре. Впервые раскрашенные Гестава Доре полностью только у нас. Это наша работа. Восемь параметров в нашем Новом Завете, изданном, которых нигде не было. И, думаю, вряд ли будут. В первую очередь, комментарии. 297 комментариев, высвечивающих толкование, особая направленность любви к Слову Божию и к проповеди. Я ничего там не делаю. Просто эти места выделяю крупно и дальше даю комментарии из своих или из святых отцов. И священники, имея Евангелие, они его и забыли. Имея толкование, они его поставили на полочку. Получив мою книгу, они в бешенство пришли и стали сжигать. Почему? Комментарии, которые показывают, кто мы такие есть. Оно сразу оживотворило все. А как ты до этого дошел? А я болел этим. Я не знал, как это сделать. Я от руки переписывал. Но Господь позволил вдруг сделать. Я не ожидал, что это удастся. Я вообще не ожидал, что буду издавать. Я тебе дам визиток? Ну, давайте. Хорошо, визитки хорошие. Тем более, с обратной стороны, про наш университет. Где велись занятия. Ну, пока не ведем. Ко мне вопросы? Ну, как бы я все понял. Так, сколько ты здесь будешь времени, дней? Ну, вот сегодня защита, потом... Все, завтра в 7 утра уезжаем. Так, ты можешь прийти ко мне ночевать? Мы побеседуем весь вечер. У меня есть где ночевать. Если ты хочешь к Марфе, к Марье там пойти. Ну, если у нас подала две простые, не на облочку, потому что нам стирать негде. Это самое главное. Значит, я тебя положу просто так. Вот под идеалом. Да за весь вечер пробыли вы вместе. Так, единственное, у меня вот там, так-то бы я мог... И вообще, после университета сразу... Я бы накормил тебя. Ты бы видел, как мы живем. Тебя будут потом спрашивать. Скажи, ты знал, ты видел. И ты скажешь, я был и ночевал. Ну, я тебя пригласил, а я не наставил. Ну, я понял. Ну, у меня просто там остались вещи. Хорошо. Можешь пойти и вещи взять. И можешь отпроситься. Так, ну, так, надо подумать. Знаешь, порядок такой есть. Если тебя приняли в один дом, как благовестника, ты не имеешь права переходить. Я тоже не был права. Чтобы ради хорошей еды. Но если они тебя отпускают, потому что толкование дается не переходить ради того, что лучше накормят. А у меня, наоборот, переходить ты будешь на нижнюю ступень. Лучше тебя здесь не накормят. А вот насчет еды я наоборот. Мария вчера даже обиделась. Я говорю, ну, вот и ты тоже. Мама все время обижается. И это... А она мне согрела уху. Я поел. Да я был уже сытый. И тут поел. Когда вчера поел? Ну, да. Вчера понедельник ухи не должно было быть. Рыба не разрешается. Ну, в общем, вот. Вот так, попался сразу. Попался сразу, да. Так, второе. В общем, поел. А она мне второе предлагает. Я говорю, ну, вот... И яичницу. Нет, яичницы не было. Ну, да, пост. Яичницу не едим. Так, я к тебе хочу задать вопрос. Я верю, тебя не спрашиваю. Потому что ты пожелаешь, ты меня спросишь. Что я тебя буду пытать? Ты мне мой племянник родной. Скажи, зачем у тебя волосы длинные? Ты знаешь, это бесчестие для мужчины. Апостол Павел сказал. Если мужчина растет волосы, это бесчестие. Я когда беседовал, вот, смотри. У меня волосы вот едва-едва до воротника за лето доставали. Вот так вот. А в общем не здесь. Унашка говорит, ты волосы-то чего такие длинные отпустил? Я тогда встал как, ну, давайте проголосуем. Кто за то, чтобы я волосы срезал? Все сразу, все до одного. Я в другую комнату зашел, тут же сняли, а зашел готовый. Всего они были, ну, сантиметров на пять за лето. Я все лето был в лагере. Мужчине не положены волосы. Это апостол Павел. Ты хочешь быть бесчестным? Да нет, конечно. Я тебя буду заводить бесчестным. Бесчестить свою голову. Все. Вопрос не требует комментариев. Я слышал, выступают разные шейхи. Ну, и убеждают, надень хиджап, надень хиджап. Ну, жарко, то другое. Она говорит, принимая мусульманство, ты принял все. Я за то, чтобы посты отменили. Они не нужны, кроме Великого, среды и пятницы. Но они есть. Есть такое выражение без дураков. Я их скрупулезнейше выполняю все. Но у меня есть свое мнение, которое я выразил и в книгах. Они придуманы монахами через восемь столетий. Для монахов корешки эти как раз. Но человек, который пилит вручную, ему нужно пять фунтов мяса. Посты, особенно Петров, их назначение имело. Целевое назначение. Благословение на проповедь. Какой пост, когда, во-первых, его нарушают почти поголовность. А во-вторых, на проповедь никто не идет. Это фикция. И поэтому, что... Ну как, в кабинете Ленина написано, не курить, а все курят. Она говорит, уберите, она дезорганизует это. Ее убрать надо. Ну, это, конечно, самая антипатия у меня к нему. Но говорит хорошее. Правильно. Он однажды сказал, говорит, наша радость от трудовых успехов. Мне очень нравится это. Но это на любом поприще. Значит, я тебе сказал, больше я тебе не повторяю. А ты уже сам, тебе открыть место это писание? Да я... Знаешь. Первая карида. Мне показывают. А у тебя есть эта библия с поисковиком? Есть. А ты знаешь, кто автор ее? Кто? Знать и Тихонович? Нет, конечно. Нет. Тимофей, он не... Ха, вьетнамец. Он в Москве. Он о МГУ заканчивал. Но родители его молодые еще были здесь. И он о себе дает биографию, проповедует. И, конечно, протестант. Православного упустили. Ну, я разузнал это дело. Я ему послал там книги. Там еще что-то было. Я очень ему благодарен. Поэтому я каждый день еще вспоминаю Мартина Купера, который изобрел вот этот вот... Потому что он облегчил мне. Он живой. И Тим Бернес-Ли, который интернет провел. Это его детище. А они в моей молитве. То есть я каждый день думаю, Господи, как бы не остаться неблагодарным. Передо мной пришли люди, которые потрудились. Которые столько сделали, облегчили мою жизнь. Я сидя дома, я на тысячи людей выхожу и на миллионы даже. Это они сделали. А я ничего не могу, ничем вас дать. Только молить твоим. У нас чувство должно быть доболезненности, развито благодарности. Как бы не пропустить. Павел говорит, никому ничем не должны быть и кроме любви. Был бы он здесь этот Тимофей. Тим Бернес-Ли, это Тимофей тоже Ли. И этот Тимофей, который составил программу библейскую. Он протестант, а вставил туда каноны вселенские, поместные. Я их копирую в книге. Это облегчило труд мой, даже не выскажешь насколько. Хотя я бы нашел, симфония есть. Но не канонически, я сам ее составил, симфонию. Могу доказать, что лучшая в мире. Есть у нас. Есть она, вот. Но он сделал то, что в интернетной версии. Тимофей Ха, вьетнамец. Запомнишь? У вас на сайте есть это? Есть. Все это есть. Все это. Ну, да можешь спросить даже где. Так, спрашивай еще что. Все у меня. Все. Тебе нужно идти, да? Или давай, говори, еще время. Да нет, давайте вы говорите. Да нет, я уж тебе много наложил. Значит так. В первую очередь, мне хочется узнать, чем я могу быть тебе полезен. Может тебе что-то надо. Материально я не помню. А материально не надо. Книгами я могу помочь. Молитвенно. Молитвы я вас всех помню каждый день. Дня не было, чтобы я за вас не молился. Ни одного дня. Вот. Вот этот вот я каждый день его произношу имя. Господь Владимир, как я не знаю. Я сделал, что можно было. Ну, по ролику. Ты видишь, что я не тяну ни на какую сторону? Да. Хороший ролик получился? Открытый, со свидетелями. Вот. Единственное, что жаль, что ничего он не понял. Ну, а это от нас не зависит. Зато мы сделали все возможное. Во-первых, и мать, как у ребенка рядом сидит, держит дарку. Дядя, Севастьян, юрист. Кого он избрал из всей общины, сестра сидит. Ну, и я его не давил. Я просто спрашивал, чтобы ответить на те обвинения, какие против него выдвигаются. Ну, что ж. Что, честно говоря, я сам его очень даже понимаю. Потому что я вот слушал все вот это вот, да. Вот все вот эти обвинения. Все. Я понимаю, что я-то такой же в самом деле. Ох. Ты важен. Два года назад я вот в такую же вот дыру попал. На меня надавили. Давай, делай, работай. Вот это, это вот все. Я посмотрел это. Я все бросил. Отказался это всего. Ушел на полгода. Там Егору строить помогал. Еще что-то. Просто никуда. Дома ел, пил. Егору строил. И все. Какие деньги были. Потом сложилось. Все. Сейчас неплохо устроился на работу. Работаю. Все. На новой работе коллеги со старой начали. Приходят к начальнику. Говорят. Вот ты его взял. А он там такой-сякой. Это он вызывает того, кто меня привела. Говорит. Ты кого мне привела? Это он как вообще? Адекватный? Она говорит. Ну, не знаю. Работает. Не обманывал. И до этого он работал. Нормально. Он посмотрел. Сейчас совершенно другое отношение ко мне. Недавно подходит, спрашивает. Вот про тебя тут рассказывали. Правда? Или он там придумал. Почему он про тебя такое говорил? Ну, правда. Я говорю. Тогда было так. Только сейчас-то я говорю. Ну, сейчас все. Нету того. Исправилась ситуация. Жизнь продолжается. А раз она продолжается, есть шанс исправить. Сделай шаг. Один шаг сделай навстречу. Навстречу. И тебе поможем. Я гляжу, ты не растолстел. У тебя фигура такая хорошая. А я ем, чтобы жить. Ага. А не живу, чтобы езжать. Это наш принцип. А во сколько же ты встаешь? Встаю не рано. Встаю не рано? То говорят, когда как. Это я знаю, что не рано. Вставать нужно рано. Давыд говорит, я встану рано. Прославлю. Предваряю рассвет. Предварять это, значит, еще рассвета нет. Вот мы все всегда встаем. Мы сейчас здесь. Юноша один живет. Ты, может, знаешь, где были? Плотникова. Плотникова. Вась, это конечно знаю. В университете медицинском. Убежал здесь. Мы встаем всегда в 4.40. Всегда. Полное правило. Как правило, сто поклонов. И у нас считается молитва. Давыд говорит, семикратно в день прославляю тебя. Ну, не менее семи раз, и днем становись на молитву. Это три святые, от Царю Небесного до Отца Наш. И сто поклонов. Ну, это кто может как. И тут уже всех поминаем. Мы видим, как один говорит, ну, а вот я был в церкви, я молился, там три часа стоял. А когда стал молиться, говорит, это совсем другое. Это постоянно у тебя на стороже. И, наконец, в конце молитвы мы всегда воздеваем руки, просим Бога благословить. Написано, поднимайте руки без гнева и сомнения. И потом в молча стоим, говорим, говори, Господи, слушает раб твой. Что Бог скажет? Люди не умеют слушать Бога. А как ты голос слышишь? Да нет, конечно. Бог положит тебе это на сердце. Вот с Вадимом встреча была, она, я на молитве его выпросил. И вдруг сразу, мгновенно, я ни сроду не думал, меня это не касается, я не ввязываюсь. Ни разу, никак. Но вдруг сразу раз, я сразу выхожу на Виктора Андреевича, поставил одного человека к орульке, чтобы не убежал. У него такое есть свойство, улизной. Все перекрыл ходы и, наконец, все здесь собрались. Этого предупредил. Это в течение одного утра было сделано. Ну, видимо, в крови такое вот уходить. Да, так и есть. Это люди, которые, не разрешая слово «проблема», я не люблю и плюю на него. Неразрешимый вопрос называют. Это было. Я в воскресенье еще с ним поговорил. И постепенно подвожу к тому, что обвинения эти он признал. Я сейчас с одной стороны давлю. И самое главное, он уже признал. Самое главное, грозное обвинение в своей армии. Здесь вот получается как? Вот мне очень вот лесково, когда я прочитал, и мне так вот это по душе пришлось. Название не помню рассказа, вы, наверное, читали. Когда владыка поехал на север, вот туда, и говорит, крещеный – это пропащий человек. Да, он вперед забегает еще раз. У нас же говорит как? Не, а почему он ходил-то? Он спасал своих братьев. Ну, понятно. Он один, а он их где запомнишь? Он, говорит, уже семь раз крестился, а сейчас восьмой едет креститься. Ну, цифры я могу напутать сколько раз. Ну, не раз уже крещеный. Вот. У нас, говорит, как? Украл, должен вернуть, и хозяин тебя простит. А здесь он крещеный, говорит, украл. А к батюшке пришел, батюшка простил. И старик, говорит, на небе ничего уже не сделает. И все, и он святой уже там нет. А помнишь, как он медведя там отрубил? Да, да, да. Ты шапку оставил? Шапку оставил? Да, скукнул. Вот это не крещеный. То есть убили совесть. А совесть, влатоуст говорит, первичнее Евангелие. Сначала совесть. И когда совесть не стала работать, тогда Бог дал писанный закон Евангелия. Вот это самое отрицательное, что может быть есть сегодня в лже православии. Я пойду батюшке сдам грехи. Как будто засохшие шкуры быков. От нас Бог ждет полной отдачи. И Бог желает сам, Духом Святым, начать в нас трудиться. Даже молиться, Павел говорит, мы не знаем, о чем и как молиться. Но Дух Святой воздыханиями неизречены в опье тавво очи. Я не знаю, о чем молиться. Вот звонит мне одна из Германии. У меня сына, внука, кладут на операцию. Пожалуйста, помолитесь. Я говорю, а почему вы звоните сюда-то? Мы слышали, в Германии, слышали, что ваша молитва доходит. Мне звонят с Монстыря, с Жорданвиля, с Австралии. Мы слышали, там с Англии, ваша молитва доходит. Откуда я знаю, доходит нет? Че я какое? С Америки, неоднократно, там с Сакраменто. Я не знаю. Ну вот помолитесь. Я говорю, а что молиться? Ну, что бы так, нет, я так не молюсь. А как вы молитесь? Я скажу, да будет воля Господня. Я еще сейчас помолюсь, и ребенок сразу санчается на операционном столе. Я волю Божию выпрашиваю. Это я могу сказать, Бог слышит. Да как так? Да так, что мы не знаем, что ребенок этот делается негодным. В доме Раваама нашелся один только ребенок, и он умер, написано. Он угоден Богу, и он один умер. Бог его восхитил. Ну, вспомнишь, здесь святой Клеопатры, это Уара. Когда мать плакала, он молодой, офицер. А она увидела, что он на плече сидит там в раю. Говорит, мам, что ты плачешь? Мне тут так хорошо, я не хочу туда идти. И люди, которые в клинической смерти были, они никак не хотели возвращаться в это тело гнилое. Так и этого Амбросий, по-моему... А, отец Арсений. А, отец Арсений, да. Описает то же самое. Когда он прошелся-то и назад он... Если мы любим Господа, то в нас должно быть чувствование, которое во Христе Иисусе. И даже содействовать, помогать друг другу в этом-то. А не то, что вот я исполняю правила, я там молюсь. Вот у нас перед службой всегда заходят за семь минут. За семь минут и сразу объявляются. Встанем все для молитвы. Все, семь минут полная тишина, ни крестного знамения, ни шевелиться, ничего. Теперь, а как? А молитвословы были первые. Я вот сейчас даже покажу. Ну, это маленько пораньше они были изданы. А, есть вот такое. Такое. Это был патриарх Алексей I. Вот оно как выглядит. На, прочитай слух. А правила поведения... Ну-ка, прочитай вот это впереди. Молитва утреная. Став осна, прежде всякого другого дела, стань благоговейный, представляя себя перед всевидящим Богом и совершая крестное знамение, произнеси. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть, сначала нужно что? Чувства свои привести. Затем... Ну-ка, вот здесь. Затем. Посмотри. Затем немного подожди, пока чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное. Тогда произнеси следующие молитвы без поспешности и с обниманием сердечным. То есть, нужно время, чтобы сконцентрироваться на разговор с Богом. А никаких, забежал там... У нас семь минут, полная тишина. И вот за эти семь минут мы и освященники успели помолиться, и мысли как-то маленько, маленько хоть привести. Кто как может. Ты в каком храме это найдешь, чтобы люди так заботились о молитве? У нас сейчас псалтырь, это круглосуточно она читается, псалтырь. Вот она позвонила, тут умер. Умерла у нас одна. Ну, а модератор там, супермодератор у нас сейчас Юля. Она распределила, кому какую читать, и два раза псалтырь прочитать за 40 дней. И на всех, каждому столько прочитать. Она только позвонила, не позвонила, дала на интернет, все уже мы взяли, все на молитве. Каждое утро кофизма. И вдруг прошло несколько дней, и говорят, бывший у нас здесь священник, он был минусинский благочинным, и там машина выскочила, его в лоб он сразу скончался там. А мы его знали, Михаил. Мы сразу его подключились, вот теперь Пелагея и Михаила. Понимаете, мы все родные, мы единые на единой виноградной лозе. Вот что нужно. Не то, что там сказал, а помолитесь. Вот сейчас мне многие в интернете, я говорю, порядок такой. Сейчас я становлюсь на молитву, и я им говорю, как молиться. И вы становитесь на эти же 100 поклонов. Согласна? Согласна. Отходим. Даже мусульмане звонят, когда, и с ними вместе на молитву. Такие удивительные, если там одна мусульманка переписываемся, большая переписка с мусульманкой. Она преподаватель теологического факультета в Баку. Она отец Игнатий, наставник, там учитель. Она псалтырь со своими учениками читает, ходит в православный храм, монастырь. Вообще. А как местные ее мусульмане? Во всяком случае. Во всяком случае. Сколько раз, говорят, ее там зажимали и прочее. Ты зайди и посмотри в интернете. Сейчас секунду буквально одну, смотри. Про мусульмане я что-то там... А вот сейчас посмотри, что. Она тут заглохла, пока разговаривали. Ага. А я что ищу-то? Она у меня как раз открытый форум-то. И вот смотри. На форуме вот поиск, видишь? Общий поиск. Вот сейчас она открывает. Я говорю уже. Переписка. Вот посмотри. Переписка с одним. Переписка, в моем мире, с сектантом, ставшим православным. Переписка с мусульманкой. Вот она. Самира Тагеева. Ты посмотри, сколько у нас уже здесь. Сейчас я посмотрю, сколько здесь. Даже не... А, я не... Не это... Надо было сразу показать. Сколько страниц-то здесь? Четыре страницы. А у них у мусульман свет зеленый. Я зеленый свет делаю-то. Она пишет. Мира вам, отец Игнатий. А что говорите? Вы 18 кругов по четкам. Спаси Бог. То есть 18 раз я становлюсь в день все равно на молитву. В день. В 18 это по 100 поклонов. И утренний вечерний не считается молитв. То есть у меня 2000 поклонов в день. Я поясняю. Только для того, чтобы мы больше имели представление друг о друге. Вы же смотрели, как я шакланяется. Ролик на моей страничке в моем мире. И я рядом с ним. Совершив крестное знамение. Потом поклон делаем такой, чтобы рука могла пола коснуться. Так иногда руку опускаешь, чтобы себя проверить. Полный поклон делаешь. На каждой молитве считаешь три святоя. А потом с прославлением Бога и своими просьбами. По четкам не менее 100 поклонов. На это уходит не более 10 минут. Солом 118-164. Семикратно в день прославляю тебя за свою правду. Да, я же это все писал вам. И таких молитв по 10 минут. Не менее 10 каждый день. Иногда и до 18. Если утренний вечерний считать. Итого в день таких полных поклонов совершаю постоянно от 700 до 1800. Только на поклонах по четкам, лесовкам. Так каждый день в году. А во временных молитвах там тоже поклоны. Кто бы ни пришел по делу или в гости. Со всеми стараемся так и помолиться. Хотя бы на один заход. Теперь. А она пишет мира вам. Дальше. Я ей поясняю. У меня была весьма обширная переписка. 1200 писем в год. И дальше я ей поясняю. Вот это. И теперь заходят другие стихотворения. И вот она стоит. Это она вышла из храма православного. Вот она. Здравствуйте. Это я у врат храма Жон Мироносец у нас в Баку. Вот удивительное дело. Мира вам, дорогой отец Игнатия. Занялась тут уборкой и видео параллельно слушаю. Я переслал туда записанные записи. Ну такие интересные вещи. Слава Богу. Как хорошо, когда Бог позволяет человеку учиться. Я бы так же, как и вы, хотел к вашим годам знать Библию. Спасибо, удачи вам. Мир вам. Как вы там? У нас уже 19 раз холодно. Самир Атагиева. Здравствуйте. У нас тоже прохладненько стало сегодня. Ночью ливень был. Деревья напились, водички. У меня, слава Богу, видео скачиваю. Откуда? Теперь я ее спрашиваю. Самир. Да уж, отец Игнатий, у нас тоже такие противные мулашки есть. Мула, это как священник у нас. Их специально держат в храмах, чтобы вызвать отвращение к религии. И вы знаете, у них это получается. Они такие черные, своих дел и тучные. Только и знают, как бы побольше денег прихожан содрать. Да, кстати, в Коране, вы помните, есть стих, где говорится, что большинство священников и мул будут сводить людей с истинного пути, несправедливо пожирать будут их добро. Бог знает все наперед, добразумитый Господь, как бы научили меня говорить. Но, конечно, не все священники и мулы такие плохие. Есть и светлые люди. Но их очень мало. Спасибо. Теперь я вот все говорю, привожу местописание. Она говорит, вот у меня завтра доклад там будет. И что говорит Бог о мужчинах по отношению к семье, как они должны... А вот это все можно, да, почитать? Да вот оно на сайте. А, все? Не на сайте, на форуме. Все, я понял. Слово переписка только, а знаешь, куда искать-то? Да, да, да. Вот она. В конце, справа, не по темам, а общий поиск. Видел. А на сайте, сейчас открою сайт, минутку. Вот мой мир. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот смотри. Самое, конечно, главное, это вот эти вот 4124. А вот поиск, вводи сюда. Все, что на сайте есть, по одному слову ты найдешь. Вот я сейчас спрошу, думай, что... Калашников, есть или нет? Да, есть. А вот смотри, сейчас оно покажет. Так, письмо Калашникову Петру Григорьевичу. Вопрос такой, это третий том. Калашников. Сострадание. Как Петя Калашников, беснование злоба на суду, клевету поддерживал. Земля. Петр Григорьевич на позор себе на бесславие поселку. Духовное служение. Для слова Божия нет уз. Вопрос такой, ну, пожалуйста. И вторая страница. Ну, на этом качается. Мигом все высветилось. На всем сайте. Ну, и по форуму это точно так же. Ну, а про сайт уже и говорить не надо. Все остальное тут, говорите, легко найти. Видишь, как он составлен. Для слова Божия нет уз. Он очень грамотный состав. Ну, это делал специалист. У него два высших образования по этому делу. И он к стратным дипломам. Вот звук и видео. Я сейчас только чуть-чуть покажу. Ты еще не все знаешь. Вот смотри, Библия начитана. Иван Анатолий Затаустов. Жития 12 книг. Вот я ткнул его. Вот посмотри, разворачивается. Каждая. Это по векам из каждой книги. С каждого дня я выбрал первый, потом второй. В развернутом виде до тысячи лет никогда не было издано. Почему никто этого не сделал? У меня история церкви вся открыта. Каждая вот эта цифра, это означает 2 часа 5 минут. Файл. Теперь прошел файл. Вот он я. А вот этот каталог по житиям святым. Хорошо. Смотри. Каталог открыт. Мало что. Теперь. Первый век. На каждое число. Какой святой? Какой продолжительности звучания? Сколько страниц в этой книге? Ты понимаешь? А, это все аудио начитано. Это аудио. Ну, посмотрели. А это каталог. Что вот эта каждая цифирка синенькая, которая была. Что она означает? Какого числа? Какой святой? И в житиях 14 страниц в книге. 34 страницы. И такие. И вот смотри. Сколько идет. Это все файлы идут. 4 век. Вот посчитай. Это как ручей 4 век 1. Каждая графа должна быть выведена. Каждый святой показан. Здесь море. И притом нигде в мире этого нету. И я думаю, что и вряд ли будет. Здесь жизнь положена. Так что ты, Марк, неплохой дружине пристать можешь. Здесь все тебе. И представь, закончишь жизнь в объятиях Христа. Это каково. А то я тебе даю только то, что и златоусы, и на все, на все. 3 467 моих стихотворений здесь. Эту цифру не можешь осилить. Это означает, Пушкин, Некрасов, Лермонтов, Блок вместе взятые меньшее количество. Так у них этого нету. А Библии-то ничего нет. Они мне, ну, они, говорится, такие стихи-то. Это проповеди стиха. Но сколько, более 60 напис на пение положены. Как их перепечатают везде. В интернете они рассыпаны. И я отбросил, я ни одного сектора не пишу. Все, отошел. Я отошел от всего. От проповеди отошел. От издания книг. Раньше я был в Марфлоте. А сейчас у меня только осталось МФ. Молитва и форум. МФ. Понял? Я от всего отказался. 1200 писем в год писал. Сейчас ни одного, ни кто-то за меня напишет. Полностью отошел от пистолярное наследие в стороне. Так, у меня по 650 страниц, 77 томов только то, что спрятал от КГБ осталось. Это все переплетеный, а сам переплетчик. Тут такое сокровище, которое вообще невозможно. Никто не может поверить, что это сделано одним человеком. Как КГБ Московское было, МГБ. Искали несколько отделов в Сибири, а на жизнь одного человека. Это не может быть. Это как можно? Ну, и помощников было много. Архипелаг ГУЛАГ. Жития святых. Доброта, любия, пять книг начитаны. Григория Диченко, другие материалы. Это все здесь. Фильмы, онлайн, пожалуйста. Ткнул только и пошло. И при том, люди, это другой фильм, другие книги здесь все наше. Разница эта большая. Если у меня 291 ролик, они все мои, наши. У нас снятые на крещении. Если стихотворение, не чьи-то, они мои. Фотографии почти 2500, это наши деревенцы. Ваши, да. Это очень важно, что мы показываем. Вот в этом раздрае можно жить, радоваться, благодарить Бога. Будут враги. У вас есть враги. Врагов нет, а они есть, но их нет. Почему? А я молюсь за них. Враг тогда, когда я его считаю врагом. А я его не считаю. Я его считаю человеком, который страдает из-за меня. Он мне царство небесное готовит. И как я могу на него злиться или обижаться? Он богохольствует когда-то, тогда вопрос другой. Я закрываю, запечатаю. Ну, я супермодерат, а этот администратор. Я могу одним щелчком выклеснуть его. Все материалы сразу исчезнут. Его здесь не будет. Ну, программа такая есть. Но я не делаю. Только в случае, если нападение на Бога, на Библию и на церковь. А когда меня полощут, я никогда не... Это ни на одном форуме не позволят делать. А у меня тут он как хос и в гриву, как говорят. Там сам ты можешь удалить человека. Сам человек свои может удалить. Больше никто не может удалить. Вот на форуме. Ну, на майле я со своей страницы чьи-то высказывания могу удалить. На своей странице чьи-то, да. А на чужой странице не можешь. На чужой нет. Вот это правильно. А на форуме никто не может удалить. Ну, да. Я никому это право. Только составители... А главный? Ну, вот оно, видите. Тут написано, что-то, супер-главный. Вот у меня здесь помещено 3427 материалов. Сколько я вложил сюда? А теперь, вот в любом месте, где ты идешь, вот дошел, на каждом моем выступлении здесь, вот оно здесь, я ткнул его. Здесь, где я? Я уже на форуме. На форум зашел, на сайте, вот, православный, дошел, вот, православный форум, я ткнул в него, теперь я на форуме. Удобно? Да. Так, поблагодарим Бога. Можно выключить. Господи, если вы светитесь, если не Божий, поднял. Нет. Володя, выключи, там, может, все. А, увлечай, мол, увлечай, все. Мы поблагодарим Бога. Нам так хорошо было. Отец наш Небесный, великая тебе благодарность за любовь и милость, которую ты нам оказал. Хвала тебе за эту встречу. Слава тебе. Благослови путь, Марка. Устрой все по воле Твоей, чтобы не наше человеческое, но Твое было. Чтобы воля Твоя познанно была нами и исполнена. Иисусе сладчайший, доведи на всех до желаемой пристани, до Царствия Твоего. Исполни нас благодатью Духа Твоего, Святого. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я Тебе хотел дать визита щеки. Немножко. Вот. Вот смотри. Вот я Тебе сейчас сдам. Не на один день. Это только для начальствующих. Здесь сайт, а вот наши занятия идут. Это мы все платили. Мы знаем, что это все оправдывается. А вот это, если ты встретишься с братальями своими, положи в карман. Братьям своим дашь. Ну, такие не сытно дать. Любому. Потому что все остальное не имеет смысла. Если мы не спасемся. А здесь главный человек пришел. Он у меня находится на самом-самом горстокровенном месте. И сайт, и форумы. Вот вчера один мужчина меня звонит. И говорит. А вы с севера знаете? Я сидел в одиночной камере. Директор. Он во главе. Я знаю. Я у его жены на квартире. И вчера его внук мне позвонил. Вчера нашел меня. Я говорю. У тебя есть? Я говорю. Сейчас на mail. Да это можно сделать. И я ему мигом выбрал по поисковику, как мы сидели, как беседовали, что. Он там благодарить не знаю как. Больше нигде в интернете он ничего не нашел. Это Бог так делает. Нина Ивановна. Вот. Я у нее жал. Как говоришь? Нина Ивановна. Да, Нина Ивановна. Мы у нее были. Записали на магнитонах. А в столярке, у директора, у которого работал, я ему звонил каждый раз. На Новый год, на Пасху. Уруна как-то. Да, он умер. Я с ним. И вот буквально потом что-то как-то я вот от Вани звонил. И потом звонил.